В Казахстанском центре макроэкономических исследований предлагают восстановить таможенные границы с Россией. При этом ограничения должны касаться только той продукции, у которой нет здесь аналогов. По мнению руководителя центра, в недавнем прошлом советника главы Нацбанка Олжаса Худайбергенова, такой шаг позволит защитить отечественный бизнес от экспансии дешевых товаров из соседней страны и снизить зависимость экономики от курса рубля. Какие еще меры могут позволить восстановить доверие к тенге и сможет ли Казахстан отказаться от доллара? Об этом материал Тимура Ермашева. В условиях снижения цен на нефть и рецессии в российской экономике Казахстан должен укреплять доверие к национальной валюте. Заявляя об этом, аналитики предлагают несколько вариантов решения проблемы. Первым из них, как говорят экономисты, должен стать отказ от резкой корректировки курса тенге и государственная гарантия на тенговые депозиты. Сегодня в Алматы бывший советник главы Национального банка Олжас Худайбергенов выступил с несколькими инициативами. В целом, когда государство хочет дедоларизации, то есть это фактически, она же предлагает, говорит, поверьте в тенге, и чтобы вот это доверие в частном бизнесе и среди населения, оно укрепилось, государство само в первую очередь должно продемонстрировать это доверие. Впервые разговоры о постепенном отказе от американской валюты в Казахстане появились еще осенью прошлого года. Тем самым, власти страны планируют стабилизировать курс тенге и не допустить его падения в дальнейшем. Однако, далеко не все эксперты поддержали решение чиновников, приводя в качестве аргумента тот факт, что еще ни одна страна в мире не смогла справиться с этой задачей. Некоторые экономисты считают, что Казахстану следует не отказываться от долларов, а начать зарабатывать их за рубежом. В рамках антикризисной программы, я считаю, нам нужно в корне, во-первых, изменить политику как раз с точки импорта замещения в сторону экспортной поддержки. Нам нужно вкладывать деньги в продвижение своих товаров за рубеж. Согласно заявлению правительства и Национального банка о планах развития экономики, на этот год для укрепления тенге к доллару предлагается увеличение суммы депозитов, гарантированных государством с 5 до 10 миллионов тенге, снижение размера ставки вознаграждения по депозитам в долларах с 4 до 3% годовых и введение запрета на установку цен на товары и услуги в условных единицах. Тем самым государство планирует максимально сократить зависимость населения от доллара и евро, хотя более конкретной стратегии отказа от иностранной валюты, пожалуй, еще не выработано. Тимур Ермашев, Даниил Ржусупов, Информбюро, 31 канал.